Добрый вечер, 20.05 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Хочу вам для начала напомнить ряд событий этого лета, и затем попытаться их связать. В июле смерть Михаила Горшенева, горшка, лидера группы «Король и Шут». В августе произошло убийство отца Павла Адельгейма, псковского священника, последнего, как говорят, независимого священника Русской Православной Церкви, которое совершил некто Сергей Пчелинцев. Что общего между этими двумя событиями? Общее то, что эти две вещи произошли под воздействием наркотиков. Горшенев-Горшок умер от передозы героина, и отца Павла убил Сергея Пчелинцев под воздействием так называемых солей, спайсов. Это новая такая мода, дизайнерские наркотики. То есть, так или иначе, наркотики приходят в нашу жизнь с совершенно неожиданных сторон, с совершенно неожиданными новостями. И на этом фоне сейчас в Думе лежит законопроект, предложение депутатов Госдумы от Единой России и ЛДПР о криминализации не только распространения, но и приобретения, хранения и потребления наркотических средств. То есть, здесь предлагается ввести уголовную ответственность, новую статью в Уголовный кодекс, уголовную ответственность сроком от двух до пяти лет. Так что, тема очень горячая, давайте поговорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Руслан Николаевич Исаев, президент Независимой наркологической гильдии, врач-психиатр-нарколог. Добрый вечер. Добрый вечер. И историк и политолог Елена Галкина. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Ну, я понимаю, что здесь, конечно, разные темы. И героиновая пандемия, и вот это то, что новые пришли, эти соли все так называемые. Ну, и вообще, в принципе, насколько вообще возможно запретить наркотики, потому что мы видим, что как бы вода щелочку найдет, и вот появляются эти новые дизайнерские наркотики и так далее. Давайте по порядку с этим разберемся. Во-первых, что касается героина. Продолжается ли, существует ли в России сейчас героиновая пандемия? Ну, конечно, существует, потому что мы видим, например, отчет Всемирного, собственно, Организации Здравоохранения. Есть еще это World Drug Report, согласно которому Россия занимает одно из первых мест по употреблению опиатов вместе с Ираном, Афганистаном и Азербайджаном. И при этом, если посмотреть по употреблению опиоидов, то есть это героин, опий, да, и, соответственно, так называемая аптека, то мы впереди даже Ирана. А аптека, а что называется в аптеке? Есть какие-то опиоиды в свободной продаже? Это таблетки, соответственно, да, это то, что можно приобрести чисто теоретически, как... Это вот не то, что называется дезморфин? Нет, дезморфин, так называемый крокодил, он получается из аптеки. Да, из аптечных. Да, но чисто теоретически это то, что туда относится. Вот, то есть то, что можно купить в аптеке, собственно. И потребление всего этого у нас выше, чем в Иране. Я слышал такую цифру, что в России чуть ли потребляется не четверть всего мирового героина. Ну, это так и есть. Если мы посмотрим тот же самый всемирный отчет о наркотиках, то увидим, что из Афганистана имеются три стрелки. Соответственно, одна идет на Россию через Таджикистан, Казахстан, частью через Азербайджан, через Иран, да. И дальше эта стрелка пресекается. То есть в Европу от нас ничего не идет. Все потребляется на месте, да. Из того же самого Ирана часть идет в Турцию и дальше в Европу. Причем очень большое количество изымается. Изымается именно в Иране. В Пакистане тоже имеются изъятия. Имеются изъятия в Китае. Если посмотрим на карту изъятий, то окажется, что первая страна, которая изымает наркотики, это Иран. Вторая Турция. Третья Пакистан, по-моему. А Россия на каком-то там десятом месте. И при этом Россия одна из первых по потреблению героина. И, соответственно, фактически первая, потому что мы, повторюсь, потребляем больше, чем Иран, по потреблению опиоидов в целом. По сути, это большой жирный крест на деятельности наших правоохранительных органов, контролирующих органов по незаконному обороту наркотиков. Руслан, почему, вот я так понимаю, что резкий рост наркомании, особенно героиновой наркомании, приходится на последние 20 лет? Почему Россия так уязвима оказалась именно в эти годы? Я хотел бы уточнить, действительно рост был, но последние 3-4 года роста нет фактически. То есть наступила стабилизация, чтобы не все так было, вот пессимистично там, не нагонять лишний ужин. Да, ужас, да, действительно проблемы есть. И на данный момент количество опиоидных наркоманов, оно все же несколько снижается за счет замещения вот этими новыми наркотиками, дизайнерскими, солями, спайсами и так далее. И это еще вопрос, что более опасно. Опасно социально или опасно с точки зрения еще отдельной, просто здоровья отдельного человека? А это все взаимосвязано. И с точки зрения здоровья отдельного человека, и с точки зрения социальной опасности. Это я к тому, что на самом деле, вот изъятиями, там, большим или меньшим количеством, абсолютно проблему не решишь. То есть, если даже изъять весь героин, все равно найдется что-то, что будет производиться на территории данного государства, от чего можно будет испытывать кайф. Да, конечно, героин это большая проблема, но это не единственный выход взять и вот арестовать весь героин, хотя это безусловно важно. На территории данного государства, например, разрешена продажа алкоголя, который, если мы посмотрим на всякие графики вреда, вреда психотропных средств, алкоголь, конечно, к ним относится, то мы увидим, что алкоголь примерно гораздо больше, чем марихуана или, например, кокаин, приносит вред и окружающим, и человек, который его потребляет. И если посмотреть на график, то от героина это не очень далеко. Что касается всплесков последние 20 лет, то это имеет и внутренние причины, и внешние, потому что, с одной стороны, у нас, если раньше был так называемый золотой треугольник, производство опия, это Мьянма, бывшая Бирма, Лаос и Таиланд. Соответственно, Китай очень сильно против этого боролся. И другие страны региона, сами эти страны, и, в принципе, они сумели побороть эту проблему, потому что сейчас где-то 5% у них производится опия. Все остальное приходится на Афганистан. После ухода Талибана, после ввода войск американских? Совершенно верно. Где-то в 2001 году произошел резкий всплеск производства опийного мака. В принципе, эта тенденция началась с конца 80-х, начала 90-х годов, когда советские войска ушли из Афганистана. И после Талибана, естественно, это произросло в мировую проблему. Ну и Россия, так сказать, как вторая-третья страна на пути, и себя представляет такой благодатный рынок. Но проблема в том, что, если мы посмотрим на Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, то у них нет пандемии. Пандемия есть у нас. Соответственно, там менее 1% являются наркоманами опийными. У нас более 1% населения. Более 1% населения именно опийные наркоманы. Ну и плюс, соответственно, опиоиды. Это уже практически 2,5%. То есть проблема не в тех государствах, через которые проходит, соответственно, рынок, трафик. Эти государства изымают что-то. Проблема в том, что Россия ничего не изымает практически. Россия потребляет все, что в нее приходит. Да, 2,5%. Если так задуматься, это фантастическая цифра. Ведь что такое? Это 25 человек на 1000 являются опиоидными наркоманами. Если что, я думаю, с точки зрения слушателя понятия, 1000 человек живет в обычном многоквартирном доме. То есть это значит, что в среднем на один многоквартирный дом приходится 25 наркоманов. И вот из них, из этих 2,5%, насколько реально вылечить, насколько реально реабилитировать? А вот проблема еще в том, что наши государства совершенно не занимаются ни лечением, ни реабилитацией. То есть если посмотреть на страны Западной Европы, на Америку, на тот же самый Иран, в котором данная проблема стоит, поскольку Иран граничит с Афганистаном, и там имеется культура потребления опиатов давняя, соответственно, там проблема чисто теоретически стоит давно и плотно. Все эти страны, перечисленные, решают данную проблему сейчас через, например, заместительную метадоновую терапию. Наша страна единственная из стран, точнее, единственная вместе с Туркменистаном, это две страны СНГ, которые отрицают категорически этот метод лечения. У нас метадоновая терапия считается запретным. Руслан, а почему так? Вы согласны с тем, что вот это... Да, если позволите, я пару еще реплик по предыдущему вопросу. Надо осторожно относиться к статистике подобной, поскольку, я так понимаю, что были приведены данные официальные и неофициальные, то есть зарегистрированные и не зарегистрированные. Нет, это официальные данные. Официальные, которые обращались за помощью, я смотрел 1,4%. К нам поступают из Таджикистана, ну, вот, это сомнительно. Это исключительно официальные данные. Учитывается, насколько вот официальное количество, оно соответствует реально тому, кто употребляет эти наркотики. Ну, реально, я так полагаю, что все-таки больше, чем это люди, обратившиеся за помощью, я так понимаю, 1,4%. Я просто думаю, что статистика в России, она лучше, чем в Таджикистане. Ну, по-понятному. У нас больше выявляется это все. Ну, сейчас мы о России говорим, да. По поводу лечения и реабилитации, ну, существуют конкретные организации, конкретные примеры, и здесь эффективность, она может варьировать очень сильно. То есть на данный момент лучшие реабилитационные программы, они в России достигают, могут достигать 70% годовых ремиссий. То есть за те 20 лет, которые у нас вот эта пандемия случилась, у нас как бы и подходы, и работа специалистов, она тоже не стояла на месте. И то, что было даже 5-10 лет назад, уровень программ и эффективность их, на данный момент она неуклонно повышается, повышается, повышается. Вопрос, что количество пока организаций эффективных не столь велико, как хотелось бы, но это вопрос совместных усилий государства, чиновников и специалистов. А существует ли государственная программа реабилитации героиновых наркоманов? Единая программа как таковой на данный момент нет. На данный момент. То есть есть программы, реализуемые в конкретных учреждениях, и разработана концепция под руководством ФСКН во взаимодействии с Минздравом, комплексная реабилитация и национальная система реабилитации. Но на данный момент она проходит стадию обсуждения, и она не запущена. Да, проблема в том, что, насколько я знаю, любая программа государственная, не то что реабилитация, но просто постановки человека на ноги, например, после передозировки, сопряжена либо с постановкой этого человека на учет, либо, соответственно, с уплатой денег. Если вы обратили внимание на последний скандал в сфере здравоохранения Москвы, был в живом журнале, широко обсуждаем приказ, согласно которому при отравлении опиатами не требуется вызова токсиколога, если человек отказывается от госпитализации. Даже по практике 90-х годов, в моем городе, я помню, что очень невозможно было вызвать скорую помощь, если говорить, что случилось с человеком конкретно. Скорая помощь просто не выезжала. То есть они не выезжали, если это наркоман. Они не выезжали уже тогда, да. Соответственно, люди врали просто. Соответственно, скорая помощь приезжала и в каких-то случаях госпитализировала, в каких случаях делала укол, по-моему, как это называется, и уезжала обратно. Сейчас скорая помощь имеет право официально в Москве, по крайней мере, уехать, фактически отказавшись от помощи человеку, если он что-то там пробормотал, что он отказывается от госпитализации. Ну, в общем, да, государство, я так понимаю, по разным поводам самоудаляется из вот этой вот проблемы. Что касается какой-то там реабилитации и лечения, то если человек становится на учет, совершенно понятно, что он не сможет устроиться на работу в этом городе, не сможет каким-то образом проявлять социальную мобильность, да, то есть он становится... Ну да, стигматизация, стигматизация. Ну да, это еще одна из проблем, осложняющих в течение вот этой нашей пандемии. Что совершенно отсутствует и в Европе, и в том же самом Китае, и в других странах. То есть Россия сейчас находится объективно по отношению к данным, к данной категории больных, а это больные люди, вот, на уровне средневековых государств, и не собирается вылезать из этой ямы. Ну вот да, сейчас мы поговорили о том, что наркомания у нас стигматизирована, а вот является ли она криминализованной, надо ли ее криминализировать, делать это уголовным преступлением, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о проблеме наркомании, о том, что это, болезнь или преступление. Потому что сейчас у нас появляются голоса, появляется запрос, собственно, был политический запрос на том, чтобы криминализовать не только распространение наркотиков, но и потребление. Об этом говорил в июле глава Федеральной службы по контролю за наркотиками Виктор Иванов. Он говорил, что наркомания – это не только внутреннее дело самого человека, и за это следует карать по специальной статье в Уголовном кодексе. И, соответственно, довольно быстро было внесено предложение депутатами Госдумы Журавлевым от «Единой России» и Жигаревым от ЛДПР о том, чтобы внести новую статью в Уголовный кодекс. Интересно ваше мнение по этому поводу. 65.10.99.6, код Москвы 4.9.5. Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков? Учитывая социальную опасность наркомании, является ли эта болезнь одновременно и преступлением? 65.10.99.6, код Москвы 4.9.5. У нас в студии, хочу напомнить, историко-политолог Елена Галкина и Руслан Исаев, президент независимой наркологической гильдии. Руслан, я хочу вас спросить о замещении, вот как раз вот эти вот солевые вещи, потому что в последний год буквально об этом все больше и больше доводится слышать. Я помню там, что угнал, по-моему, где-то весной у ППС человек вот эту вот машину патрульную, на ней врезался несколько в тоннели. Потом в Белгороде, белгородский стрелок, этот помазун, который стрелял в ад, там 6 человек, тоже он был на этих солях. Что это, насколько это опасно и какие вообще перспективы, как это можно контролировать? Ну, по совокупности последствий, я бы поставил знак равенства. Между героинами и спайсами. Да, и спайсами. Дело в том, что это новое, по сути дела, формирующееся лицо наркомании в России. Дело в том, что образ героиного наркомана со шприцом, он, как инъекционный наркотик, он уже сформировался, и есть к этому определенная настороженность со стороны общества. А солевые, вот дизайнерские наркотики, они позиционируются как почти легальные, почти безвредные, как даже есть такое вот, ну, рекламное объявление, легальная марихуана. Хотя на самом деле, по своему действию, вот эти вещества, то есть синтетическая, условно говоря, марихуана, она в несколько раз сильнее, чем обычная. То есть это совершенно другое вещество по силе воздействия, значительно быстрее вызывает зависимость и характеризуется тяжелыми психическими осложнениями. Помимо зависимости как таковой, человек очень быстро становится злым, раздражительным, слабоумным, возникают психозы, галлюцинации, и отсюда мы видим вот эти все случаи, о которых вы говорили. Ну да, ищут сатану, стреляют в ад и так далее. 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам криминализовать употребление наркотиков? Заметьте еще раз, не распространение, а именно употребление наркотиков, как предлагают сейчас депутаты Госдумы. Юрий на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы поблагодарить радиостанцию «Финам-ФМ» за таких гостей и за то, что вы существуете. Очень интересно вас слушать. И хотел сказать свое мнение. Ну, безусловно, например, я против уголовной ответственности. Возможно, эти деньги, эти деньги, эти умы человеческие, которые разрабатывают эти законы, надо бы направить на то, как нам объяснять нашим детям, прежде всего детям, что это не стоит принимать, и что это вред, и что это зло. Ну, то есть, да, вы больше за такую, за разъяснительную работу, просветительскую и профилактическую. Да, я еще хотел бы спросить. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот то, что вы там рассказываете про новые наркотики, это не является ли рекламой этих наркотиков? Ну, я полагаю, что предупрежден, значит, вооружен, понимаете, от того, что... Вы про эти наркотики рассказываете, но вы не рассказываете, допустим, какой вред они способны нанести. Ну, мне кажется, Руслан Николаевич сейчас достаточно полно об этом говорит. Он перед этим как раз говорил о вреде Спайса, о том, как он... А, я не слышал, просто я радио сделал потише. Ну, да, верно, вы, так сказать, ждете своего выхода на линию. Нет-нет, мы как раз об этом говорили. Я думаю, что... Да, да, да. Какой-то убивает человека. Да, я думаю, слушателям надо знать. Ну, потому что везде это реклама. Она, так сказать, я на асфальте видел напечатанная, на стенах. Я даже не знал, что такое, да? Там, не знаю, еще полгода назад какие-то соли, я думаю, знаете, фильтрующие соли, которые там системой очистки воды засыпают. И вдруг это все посыпалось как из рога. Это какая-то ужасная совершенно тема. И еще хотелось бы, конечно, чтобы с родителями тоже работали. Я сам как бы еще пока не являюсь родителем, но очень бы хотелось бы, чтобы с родителями тоже работали. Как выявить, например, желание ребенка там что-то попробовать, например. Да, понятно. Поговорим об этом ближе к концу программы. Спасибо, Юрий. Алексей на линии. Да, добрый вечер. Я вот хотел бы тоже свое мнение высказать к этому вопросу. То есть, ну, мне кажется, честно говоря, может, немного грубовато, да, но просто полная профанация, то есть реально. Профанация чего? Борьбы с наркотиками? Да, то есть потому что мы просто хотим плодить как бы преступников, да, вместо того, чтобы бороться как бы сутью этого явления, вот именно что вот. А как бороться, Алексей? Вот вам бы была поручена эта программа, разработка. С чего бы вы начали? Ну, я думаю, что вот эксперты замечали, что у нас там ничего не занимается, да. То есть я думаю, что у нас просто в обществе реально, ну, как бы люди не борются с этим, потому что, ну, они заняты как бы другими делами на самом деле. Люди не верят, что что-то можно поменять. Мне кажется, главная наша проблема, мы изверились. Мы не верим, что что-то можно поменять, что может эффективно работать полиция. Ну, я хочу сказать, что серьезная программа, там, пропаганда, вот, в том числе, да, вреда, это, конечно, то есть должно присутствовать. Но в том числе, действительно, борьба с этими группировками, которые все это распространяют. Хорошо, сейчас распространение, но вопрос был, Алексей, вопрос был, вы поддерживаете, вот сейчас будет на осенней сессии, криминальный употребление наркотиков должно быть уголовной статьей. Нет, я не поддерживаю, потому что это слишком большой плац, людей затронет. Ну, представьте, вот они сейчас все эти там, сколько, 2,5%, да, 25, вы с вами говорили. Ну, да, да. Человек, да, их всех посадят. И к чему это приведет? Ну, то есть, вы же знаете, нашу систему исполнения наказаний, да, то есть она не идеальна. На зоне, как я понимаю, героин еще легче приобрести, чем на воле. Потому что, да, то есть они просто выйдут еще более, как бы, озлобленными. И, то есть этот плац людей просто расширится, ну, как, скажем, многократно. То есть, и, как бы, это ничего общего, скажем так, именно с профилактикой, да, с борьбой этого явления, оно не имеет. То есть, я просто удивляюсь, что люди, как бы, вносят такие предложения. И, тем более, то есть, на самом деле, достаточно, как бы, много читал про это в свое время, то есть, в интернете тоже. То есть, есть же мировой опыт борьбы, как бы, против этого, да, то есть не зря там развитые страны не идут по этому пути. То есть, ну, я же не говорю про Голландию, там, где все это дело, как говорится, разрешено. Но просто люди бы, как бы, изучили цифры, да, к чему все это приводит. Понятно. То есть, это реально, то есть, как бы, ну... Ну, ясно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей. 65, 10, 99, 6. Поддерживаете ли вы уголовную ответственность за употребление наркотиков? Кстати, хочу здесь сказать, что такой авторитетный человек в этой области, как Евгений Ройзман, комментируя вот эту вот законодательную инициативу, назвал это разумной мерой. Потому что, как он выражается, как он выразился за прошлые годы, так очень часто бывало, кто сел, тот не умер. То есть, тюрьма спасала человека от наркотиков. Кстати, вот как вы это откомментируете? У меня есть примеры знакомых, которые умерли из-за того, что познакомились с наркотиками, и они в тюрьме. Там, в тюрьме. То есть, во многих случаях, если это черные зоны, например, так называемые, да, там гораздо проще познакомиться с наркотиками, с тяжелыми, чем на свободе. И это просто так никуда не денется. То есть, если просто криминализировать потребление наркотиков и всех этих людей посадить, соответственно, многие из них только утвердятся в этой дурной привычке. Никакого лечения на многих зонах, в принципе, нет. Тут необходимы комплексные меры. Я, насколько я достаточно много читала Ройзмана, у него есть представление именно об этих комплексных мерах. С одной стороны, это должны быть реабилитационные центры, серьезные программы ресоциализации людей, каким образом они выйдут после реабилитации, чем они будут заниматься, будет ли у них работа. Это же огромный пласт, которым должны заниматься различные социальные службы. Без этого невозможно что-то сделать. И это должно быть основой, в принципе, борьбы с наркоманией, а не криминализация. Если мы посмотрим, кстати, на опыт Западной Европы, на опыт, кстати, той же Голландии, в которой легкие наркотики разрешены, но при этом людей больных тяжелой наркоманией, там, если я не ошибаюсь, 0,1%, в отличие от нас, то есть там в 25 раз меньше. А что с ними там делают? Там есть принудительное лечение? Я не знаю насчет принудительного лечения. Вот секундочку сейчас, Руслан хочет сказать. Руслан, есть принудительное лечение в Голландии? Я хотел бы целиком про Западную Европу, не в одну отдельно взятую страну. Ряд совершенно стран, это и Франция, и Германия, и Швеция, там действует такая мера, как альтернативное лечение. Когда человек, пойманного на употреблении, ему предлагается либо реабилитационный центр, либо заключение, если он откажется от лечения. Дело в том, что реабилитация, реэстерилизация, это хорошо. И программы есть на данный момент, вопрос, как их тиражировать. Но проблема в том, что большинство обращающихся за детоксикацией, они не хотят, они отказываются от реабилитации. Это одна из характеристик этого заболевания как такового. И тогда они идут в тюрьму. Не хочешь летать? Вот так получается, да? Не хочешь лечиться? Как правило, они не хотят идти в тюрьму. А, и поэтому? И поэтому выбирают реабилитацию. Такая как бы прижимают человека к стене и предлагают выбор. Если мы говорим, например, об опиатной наркомании, то во всех этих странах разрешена заместительная метадоновая терапия. В отличие от нас. Ну мы здесь говорим, да, о передовом западном опыте. Это принципиальная разница? Принципиальная. В большинстве, да, она разрешена. Вопрос это как один из инструментов. Нет, это... Но по долгосрочным результатам эффективная реабилитация не сравнима с метадоновой программой. Потому что метадоновая программа, это не лечение, это просто замещение. Метадон, если вы не знаете, я скажу, что это наркотик, еще больше, чем героин. Нет, это... А почему тогда используется в лечении? Еще я вам даже пример интересный приведу. Чем метадон лучше героина? Вот в Германии, например, есть метадоновые программы. И там очень большая диаспора русскоязычных, например, жителей. И среди них есть, естественно, наркоманы. Так вот, они с успехом принимают метадоновые программы, их периодически чередуют с употреблением героина, а потом еще и приезжают в Россию на реабилитацию. Таких случаев тоже немало. И вот в моей практике пользуются немецким социальным государством. Нет, что мы хотим достичь в результате? Мы хотим того, чтобы человек стал социализированным, что он работал, что-то приносил во благо общества, вне зависимости от того, там он колется, там пьет зеленую жидкость и так далее. Это, в принципе, его личное дело. Главное, чтобы он приносил обществу благо и чтобы ему самому было хорошо при этом. Правильно? При том, что цена этого самого... эта самая заместительная терапия, она очень невелика. Либо он будет мучиться, проходить детоксикацию, ощущение, потом опять колоться, потом опять детоксикация. Это все стоит огромные деньги у нас, если это анонимно происходит. И в результате человек, вот как тот же самый горшок, собственно говоря, умирает от передоза. Вот итог. У человека, который сидит на метадоновых программах, ни о какой реабилитации, ресоциализации, идти речь не может. Нет, они нормально работают. Балласт для общества, он абсолютно недееспособен и так далее. То есть это просто вот балласт. Нет, давайте посмотрим на цифры просто. Сколько у нас зависимых от опиатов, да, и сколько в Голландии, например, да, это в 25 раз. Понимаете? При этом у них принята эта программа, у нас не принята. В Украине идет на спад количество зависимых, у нас идет на увеличение. В Украине принята эта программа, у нас нет. И достаточно большое количество людей, надо понимать, что полностью очистится, да, там, если я не ошибаюсь, ремиссия в 5 лет, это 10%. 10% годовая ремиссия ничего не значит. Ну, откуда это? Вы знаете, мне кажется, сейчас... Сейчас, да, хочу сказать, что все-таки мы еще, считаю, поговорим об этом, о том, какие методы борьбы, но сейчас все-таки вопрос, который меня интересует, это то, что стоит на повестке дня, и вот сейчас на осенней сессии Госдумы будет, это вопрос о криминализации, да, насколько она может быть эффективна, и можно ли действительно ее брать в отрыве от реабилитационных мер, потому что вот здесь я соглашусь с вами, Елена, в том, что вы как бы за Ройзмана договорили, в самом деле, если продолжить его цитату, он считает, что куда эффективнее, чем криминализация, был бы отдельный закон о принудительном лечении от наркозависимости, да, вот примерно то, что Руслан говорил, ну, не принудительное, но человеку дается выбор. И должна быть выстроена система государственных реабилитационных клиник. Напомню, наш телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Позвоните нам и скажите, поддерживаете ли вы законодательные инициативы о криминализации употребления наркотиков, о том, чтобы наркомания из болезни стала преступлением, как сейчас предлагают ее наказывать сроком, статья, по-моему, 230, что ли, хотят сделать срок от 2 до 5 лет. Мы сейчас уйдем на перерыв, и после этого примем ваши звонки. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о наркомании. Является ли это болезнью или, ну, очевидно, что это является болезнью, но является ли она одновременно и преступлением? Надо ли нам изолировать принудительно наркоманов, как, скажем, изолировали в прежние века холерных больных, чтобы один человек не заразил других 10? Именно это предлагают нам сделать депутаты Государственной Думы, которые внесли законопроект о том, чтобы ввести в Уголовный кодекс статью о наказании за употребление наркотиков сроком от 2 до 5 лет. Как вы к этому относитесь? 65 10 99 и 6. Телефон нашей студии. Михаил. Здравствуйте. Ну, во-первых, вы отлично сказали, что слушать ПСКМ в вопросе о том, что, собственно, нужно делать наркомании, совершенно бесполезно. Служба за последние много лет не справилась с цепью моей задачи. Да? Поэтому слушать надо Ройтмана. Это первая мысль. Вторая мысль такая, что лично мне кажется, что непосредственно криминализовывать и отправлять непосредственно в тюрьму нашу обычную общечеловечество совершенно бесполезно. Вот. Действительно, нужно принудительно лишить лечение или, возможно, в первый раз непринудительно. Это второй поинт. И третий поинт такой, что нужно экспоненциально растущее наказание за продажу и за крышевание. То есть первый раз попался 5 лет, второй раз 10, третий раз 20. Ну да, ужесточение, в смысле распространения. Первый раз попался на крышевание 10 лет, второй раз 20. Третий раз 40, четвертый раз уже не попадешь. Ну да, у нас уже таких сроков нет. Ну да, понятно. Хорошо, Михаил, спасибо. Олег. Да, добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Вы знаете, вот в моей жизни мне 53 года. Были случаи, ну, я сам когда-то... Извините, Олег, выключите радио, там у вас сзади фонит немножко. Да, конечно. Ну, я когда-то пробовал марихуану. Ну, мне это не понравилось, я решил, что это не мое. У которых умерли дети от наркотиков. Понимаете, это была страшная трагедия. У меня сейчас две дочки. Одной 8 лет, а другой 10 лет. Понимаете, какая возраст, да? И я считаю так, что, лично мое мнение, за употребление леча с наркотиков может быть какое-то время, ну, не наказывать. Но когда человек переходит на более тяжелый, надо наказывать. За сбыт надо давать не меньше 10 лет. Я имею в виду в мелких количествах. А в крупных количествах надо давать пожизненное или расстрел. Как это в Китае, как и в Тайване, и так далее, и так далее. Это страшные... Ну, понимаете. Ну, вы знаете, естественно, пока у нас все-таки моратория есть, пока мы в Совете Европы. Ну, как бы степени тяжести наказания, да, я понимаю ваш пафос. Хотя бы пожизненное. Понимаете, когда полтора килограмма героина, 10 килограмма, 100 килограмм героина, надо дать пожизненное. Понятно. Понятно. Спасибо, Олег. И я тоже согласен с предыдущим нашим звонившим, что, конечно, и еще более экспоненциально нужно за окрашивание. То есть, под вопросом, нужно ли за употребление, очевидно, нужно сильнее наказывать за распространение и сильнее всего нужно оказывать за крышевание, потому что рыба гниет с головы. А вот, кстати, упомянул Китай, Олег. Насколько в Китае с его жесткой анти, так сказать, наркотической политикой решена эта проблема? Ну, судя по World Drug Report, в Китае все хорошо. В Китае где-то 0,1% населения употребляет тяжелые наркотики. Но, если посмотреть на опыт Китая, я не говорю о спайсах, я не знаю, каким образом происходит их трафик в Россию, да, но я смотрела именно тяжелые наркотики. Китай можно сопоставить с Советским Союзом, в принципе. Потому что в Советском Союзе была примерно та же ситуация, даже лучше, учитывая то, что Китай все-таки был в ареале воздействия того самого золотого треугольника, о котором мы говорили в начале. Китай был объектом опиумных войн в XIX веке, то есть там есть определенная традиция плохая, и они эту традицию побороли. прежде всего не только за счет расстрела распространителей, да, но и за счет границы на замке, по сути дела. Потому что Китай граничит с Афганистаном, да, граница горная, но он граничит с Афганистаном напрямую, в отличие от России. И между тем трафик туда гораздо меньше, чем в России каким-то образом, и изъятие, собственно говоря, больше, чем в России. Он как-то так с Китаем получается, за что не возьмешься, проблемы те же, а решения они находят, а мы как-то нет. Совершенно верно. То же самое в Советском Союзе было, да, у нас было потребление наркотиков криминализировано, но основное решение приходило не из-за этого, а из-за того, что граница на замке. Мы понимаем, что сейчас статья 228 подвергается, собственно, жестокой критике справедливо либертарианцами именно из-за того, что любому человеку можно подсунуть, да, некое количество вещества в карман, и получится, что этот человек сядет на 10 лет за хранение в особо крупном размере. Причем там такие количества, по-моему, что, собственно, любой совершенно человек, и на легких, и на тяжелых, идет по этапам. Конечно, в том-то и дело. То есть у нас совершенно иной подход. У нас карают прежде всего не распространителя, не барыгу, а карают любого человека, у которого обнаружили пакетик с веществом. Ну да, не с того конца, а там... Можно по человеку подкинуть патроны, да, у него случайно обнаружится пистолет, и так далее. Как сегодня в братской Украине группе «Фемен», да, очень интересная история, разворачивается там, им, да, подкинули там, бог знает чего, и взрывчатку, и вообще... Вот, то есть в результате виноватым у нас оказывается гражданин. Не мафиозная структура, которая, соответственно, проводит трафик, да, а конечный потребитель. Ну да, и потому что все равно раны так и так или иначе структуры распространения и крышевания выходят на государство, а государство себя само наказывать не хочет. Вот, кстати, я бы хотела сказать насчет Ройзмана, который подвергается критике, собственно, демократами, либертарианцами за его жесткие меры борьбы с наркоманией. Вот, мне представляется, что в данных условиях, в условиях нашего законодательства, в условиях, когда государство устранилось от лечения, когда оно стигматизировало наркоманов, и, когда государство, собственно, выступает против гражданина, а не против мафии, Ройзман как раз делает наоборот. Вот, в той системе, которая сложилась за последние 20 лет, методика Ройзмана, несмотря на ее жестокость, наиболее эффективна именно потому, что он понимает проблему. Ну да, он с правильного конца. Я, да, вот как раз, готовясь к этому эфиру, читал вот эту вот историю Ройзмана и с его сайта, то, что в Екатеринбурге происходило. Он понимает проблему, когда его обвиняют в том, что он людей держит по году, по два, он правильно это делает, потому что ресоциализация, ее механизмы у нас не налажены абсолютно. Он ресоциализирует людей у себя в общине, так сказать. Согласен. Звонок Александра, секундочку, сейчас у нас с Северного Кавказа звонит. Александр, я слушаю вас. Да, да, откуда вы звоните нам? Ну, я звоню не из Москвы, но всю создателю жизнь прожил на Северном Кавказе. И хочу сказать, что там марихуану курят, ну, не знаю, 30% населения. Если сейчас это все дело криминализировать, вы тогда, знаете, как в школу будете посылать всех употребляющих, из которых 50% будет выходить распространителями. Но это, кроме того, коррупциогенная невероятная, взятка емкая, норма. Естественно, да, то здесь будут другие деньги, то есть это новый трафик денежный пойдет. Поэтому, я так понимаю, что вы против криминализации? Да это бред какой-то вообще. Понятно. У нас во многих слушайте и телевидение все смотрите, у нас во многом органы замешаны в героине. Самое главное победить героин и все вот эти синтетику. А Марифуану ее как курили, так ее будут курить. А скажите, вот на Северном Кавказе больше вот именно легких наркотиков, меньше героиновых, если сравнить особенно с депрессивными российскими городами? Под 50 все, кто из моих сверстников кололся, тех уже нет. это 99 умерло из 100. А вообще нет... Кто умер марихуану, ну я знаю уже людям по 70 досе балуются, но это как бы уже традиция, у нас там она везде растет даже напротив администрации, там это сорняк. Ну да, люди в обед выходят. Ну да. Ну это все-таки героиновая наркомания меньше на Северном Кавказе, может быть, вот я к чему клоню? Там это вообще бред, там каждый третий болеет, там вообще, я считаю, за теложелые наркотики и за распространение вообще высшего мира надо давать. Нет, Александр, вопрос... Я вас понял. один плодит десять, десять плодят, ну это как МММ-ка. один к десяти, я тоже слышал эту цифру. Скажите, никто не выживает, а все остальное с синтетикой надо бороться однозначно, потому что не успевают, естественно, они даже эти анализы проводить, что там кого приятно. Да. Александр, секундочку, вот такой вопрос к Северного Кавказа. Легкие наркотики, та же марихуана, не является ли таким отводящим громоотводом от употребления героина, от употребления тяжелых наркотиков? Я считаю, что если разрешить марихуану, то тогда многие пойдут на разрешенное уже проведено с Древнего Египта курят. А вот эти все эксперименты, это все, конечно, ведет в никуда. Там химия сейчас очень сильная. Ну понятно, понятно. Можно капнуть такого, что будут люди там лазить вообще без башни. Ну, понимаете. Понятно, понятно. Хорошо, Александр, спасибо. Ну, то как раз, о чем Александр говорит, то вот этот голландский путь, кофешопы, насколько возможен вот этот, как раз в разрез с тем, что говорят депутаты Госдумы, предлагающие этот законопроект, может быть, наоборот, нам думать о легализации легких наркотиков для того, чтобы убрать людей из героиновые иглы. Да, Руслан. Как показывают многочисленные исследования, зачастую именно марихуана является входными воротами для употребления тяжелых наркотиков. Это и данные исследования, литературы, мой, если хотите, личный и врачебный, и просто личный опыт. Вот даже еще не работая врачом в молодом возрасте, в студенческие годы, я знаю, что многие из моего окружения, кто пробовал марихуану, потом впоследствии в подседине не останавливаются. Не останавливаются. Это первое. Второе, почему нельзя вот слепо копировать какие-то вот отдельные опыт там в Голландии и так далее. Дело в том, что вот на данный момент наркологии придерживаются мнения, что зависимость это комплексное заболевание, биопсихо-социо-духовное. Вот здесь вот частица есть социо, она говорит, что именно менталитет государства и общества, оно во многом влияет на реализацию тех или иных лечебных программ. То есть уровень правосознания и законопослушания очень важен для этих программ, для того, чтобы выполнялись определенные критерии. У нас, как показывает практика, ничего не бывает по инструкции. Все время будут какие-то злоупотребления. То есть разрешив метадоновые, марихуановые программы, это выпустить джин из бутылки. То есть это будут брать, что положено и где положено, и одновременно и все еще разбавлять в Германии. В Германии, да, то, что вы говорите. Чем-то еще, да. Значит, небольшой комментарий. Что касается метадона, то тут, по-моему, не в тему комментарий, потому что метадон, медицинский метадон, как известно, не вызывает прихода, то есть он бессмысленен для человека, который ищет кайф. Вот. Что касается марихуана, то можно вспомнить советский опыт. Я в те времена не жила, но слышала рассказы людей, которым сейчас за 60 лет, люди, которые выросли в Одессе, например, где конопля росла и растет буйным цветом. Были и тогда люди, которые ее собирали, которые в ней катались, да, и эти люди не, то есть с одной стороны их не забирала милиция, это было не криминализировано, кстати говоря, ее не выкашивали, вот. С другой стороны эти люди не пользовались уважением общества, они были презираемы самими теми же самыми одесситами, как мне рассказывали. То есть был там десяток наркоманов на всю Одессу, которые, да, занимались чем они хотели, но это не вызывало эпидемии, это не было круто. Это стало круто, и с марихуаны стали переходить на тяжелые наркотики, когда это все стало совсем запрещено, да, когда все это стало одним большим запретным поводом. эры, да, чем больше запретный плод, тем... Также ту же самую статистику, это не советская статистика, конечно, но вполне официальная ВОЗовская, по Голландии, да, в которой в десятки раз меньше употребляют тяжелые наркотики люди, чем в России. При этом марихуана разрешена. Чехия, да, соответственно, другие страны Западной Европы, Северная Америка, в многих штатах которой разрешена марихуана, и при этом не растет употребление тяжелых наркотиков. Да, согласен. 65, 10, 99, и 6. Надо ли нам криминализировать употребление наркотиков? Вячеслав. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажем так, имею какое-то отношение к борьбе с наркотиками, вот, и могу сказать однозначно, во-первых, девушка очень здорово путается, потому что метадон это в три раза сильнее препарат, чем героин, и с него никто еще не соскакивал, она просто нефтильна, мне кажется. Вот, во-вторых, я могу сказать, согласен с товарищем из Кавказа, что и со многими, вот с врачом, как я понял у вас, что все начинается у нас с курения марихуаны, потому что когда молодежь допускает того, что можно ввести беспорядочный образ жизни, отдыхать, кайфовать, употреблять эти вещи, то это же общество, в котором оно крутится, оно и подразумевает переход на другие, более тяжелые наркотики. То есть, я как понимаю, вы за криминализацию, за введение уголовной статьи? Я единственное, что могу сказать, что наше государство практически не борется с этой проблемой. И все упирается в то же самое, что у нас, как бы, мы боремся с коррупцией уже такой десяток лет, и никого не победили, никого, наверное, никогда не победили. Вот. Здесь то же самое, та же самая проблема. Все упирается в одно. Когда люди в своих следственных действиях доходят до определенного рубежа, им просто бьют по рукам и говорят, все достаточно. Ну да, здесь, видимо, с двух сторон надо решать со стороны, во-первых, криминализации, а с другой стороны, со стороны борьбы с коррупцией. Ну, это уже речь идет о том, насколько это все надо, скажем так, нашим сильным мерам всего. Ну, да. Сколько я на это смотрю, по-моему, это никому не надо. Вот так вот. Плодить здесь количество различных клиник по лечению, это мы просто будем поддерживать бизнес. Наркотиками как торговали, так и будут торговать. Как ходили мы по шприцам, которые везде валяются, так и будем ходить еще больше. Как умирала наша молодежь, наш генофон, так и будет умирать. А эти клиники, они никого не лечат, ведь человек возвращается в ту же среду, понимаете, бездуховный человек, человек, который ни в храм никогда не ходит. Я, вы знаете, вот по своему опыту могу сказать, я знаю только двух человек, которые соскочили с этого дела. Только двух человек, они соскочили, это через храм. Все остальное, вот это вот, как тут девушка тоже говорила по поводу Запада, по поводу Голландии, ну, вы знаете, что там, в принципе, практически вымирает нация, Европа вымирает. Потому что они не выходят, они не женятся, они выходят замуж. Ну да, Вячеслав, это уже немножко, да. Совершенно, ну как, это все то же самое. Ну, все связано, но я думаю, это отдельная тема большого эфира. Спасибо вам за такой, так сказать, в том числе и православный, как я понимаю, взгляд, и патриотичный. 651099,6. Нужно ли нам криминализовать употребление наркотиков? Алексей. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Коротко, если можно. Да, я как бы против криминализации употребления наркотиков. Объясню, почему. У нас, когда сейчас ведется борьба с распространением наркотиков, и дает большие срока, да, за расстояние наркотиков. И, как бы, как говорится, лучше невиновного лучше не сражать, да. У нас очень много за счет того, что возможность контроля решила повысить показатели раскрываемости, очень много невиновных лиц стало попадать в эти места. Статья 228, там, да, ну, понятно. марихуана, разницы нет, да. И если сейчас криминализировать употребление, то есть, как, есть такая статья 30, как попытка, да, то есть, ну, как бы сейчас попытка сбыт, да, потом будет, знаете, как приговорить, до смешного дойдет, что смотрела на марихуану с целью употребить, да, с попыткой употребить, да. Смотрела с вожделением, да. Да, и будут уже людей, будут уже, да, невиновных людей очень много будет за счет этого. Мне кажется, что нужно именно сделать уклон на распространение наркотиков. Я хочу сказать синтетическую марихуану, да, которая сейчас очень много в Москве продается практически, она легальна, да, никто там не сажает в нее, я смотрю. Да. Я понимаю, я как понимаю, она сейчас пока никуда не считается наркотиком. Понятно. Не считается наркотиком, и люди, как бы приобретают на каждом углу, продают. Ясно. Алексей, спасибо, спасибо. Ну что ж, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу, но я думаю, из всего, из всей нашей дискуссии я извлекаю то, что действительно это настолько комплексная проблема, в которой очень сильно замешано само государство. То есть речь идет не только о криминализации, не только о том, что делать с потребителем, конечно, но прежде всего с тем, кто распространяет, с тем, кто крышует и с коррупцией самого государства. Это была программа Археология. У нас в гостях были Руслан Исаев, Елена Галкина. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Руслан Исаев, Руслан Исаев,